Сегодня я хотел бы порекомендовать вам линейку игровых мониторов начального уровня Philips E1. В ней есть плоские и изогнутые мониторы, диагональ от 24 до 32 дюймов, разрешение от Full HD до 4К, а поддержка технологии AMD FreeSync устраняет разрывы кадров в наиболее динамичных сценах. А еще больше прокачать картинку поможет фирменная технология Smart Image. Это готовый набор предустановок, заточенный под определенные игровые жанры. Подробности по ссылке в описании. Макс Пейн или же Максим Коболь серия из трех игр, где в качестве главного героя выступает, кто бы мог подумать, Максимилиан Пейн. Человек, который меняется по ходу игры и из веселого саркастичного копа превращается в истинно нуарного персонажа, у которого вокруг всегда тьма, а из уст вылетают метафоры, которые как раз-таки делают Макса тем, кто он есть. В общем, присаживайтесь поудобнее, держите кресло, если нет, а также нажимайте на кнопочку подписки, лайк и пишите комментарии в стиле Макса Пейна. Мы начинаем. Игра начинается с того, как Максимка вернулся домой и обнаружил свою дочь и жену убитыми неизвестным. После этого у Пейна ничего не остается, поэтому тот полностью погружается во тьму с одним единственным желанием – отомстить. По сути, игра именно об этом. А еще про Буллет Тайм. Как же круто замедлять время, а? Нет, я серьезно. В детстве, например, я кайфовал от этой возможности, поэтому всякие третьесортные игры, такие как Dead to Ride 2, я боготворил просто из-за Буллет Тайма. Ну и еще там песик есть. Так вот, Макс переполнен горем. Нет, 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 нет. Мишель, Рози, нет. И единственная зацепка в его голове – это символ В со шприцом, который предположительно нарисовал убийца. В последствии оказывается, что это как-то связано с наркотиком Валькирином. Поэтому Максу ничего не остается, кроме как поменять свой стильный костюм на кожаный плащ и леопардовую рубашку, дабы внедриться в криминальные группировки. И вот, спустя три года после убийства, с нашей Максимкой связывается некий Алекс, друг героя, и говорит о том, что надо бы встретиться им. И вот Пейн приходит на место и находит труп. Так, ты сдох? Ты сдох. Так, ну ладно, пойдем разбираться тогда. Тут до него доходит, что местные бандиты мафиозного клана задумали ограбление банка. Поэтому мы потихоньку расстреливаем всех, кто с плохими намерениями вылезал на нас. А еще вкидываем смешные фразы по телефону мусорам. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться в гостях. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше их не будут. Нет, ну пранк на уровне вольного, ей-богу. В конце концов, Пейн так и встречает Алекса. И вот, сейчас нам расскажут что-то годное, но сука из-за угла вылезает мужик и убивает друга Максимки. Как говорится, минус информация, минус настроение. Поэтому главному герою ничего не остается, кроме как отправиться в отель Джека Люпина и разобраться со всем. Надеюсь, вы не забыли, что Макс у нас как бы под прикрытием бандит. Там нас встречают два местных братья Финита, которые поясняют за то, что Максима спалили, и они в курсе насчет его легенды. А затем попытались его убить. По сути, именно с этого момента Макс Пейну срывает башню. И он, словно Гензель и Гретой, бредет по хлебным крошкам. В поисках виноватых во всех потерях его жизни. И естественно, убивая абсолютно каждого, кто так или иначе мешает. Иначе это был бы не Максим Коболь. Но нельзя сказать, что это игра бесконечная вендетта. И мясо на мясе. Это и не так. Конечно, если бежать вперед и не обращать внимания на то, что происходит вокруг, вы ничего, кроме пострелюшек и основы сюжета, не заметите. Но если приостановиться, поглазекать по углам, почитать газеты, да даже глянуть телек, то можно собрать нехило так информацию о происходящем. А также порофлить с того, как местные проститутки снимали себя с клиентами на рабочем месте. Самым беспалевным образом. Ну или можете зайти в Тубзолит и взглянуть на преступника в трусах цвета американского флага. Вот это я понимаю, патриоты. Геймплей на же игра представляет и себе, бегай и стреляй. Нажимай на рычаги и взрывай двери, когда тени открываются. Казалось бы, обычно, даже немного скучно, но в Макс Пенни это почему-то не так душно, как казалось бы. Возможно, из-за того, что противники на изи способны лишать тебя жизни. Вот вроде бы фулл хп, но неверно вышел на мужика с дробашом и в лучшем случае у тебя останется на донышке от здоровья. А это на самом первом уровне сложности. Остальные открываются же после полного прохождения игры. Так что можете себе представить, какие там стрелялки. В общем, сложность есть, но к счастью, нас спасает такая вещь, как сейв в любом месте. С одной стороны, очень удобно, а с другой, в сложных местах игра превращается в день сурка. А еще надо добавить, что из-за частого нажатия сохранения вы можете перепутать кнопку с загрузкой и создадите таким образом бесконечный цикл смертей. Миленько, согласны? Узнали? Не, ну простите. Реально смешной мем. Года идут, до сих пор угораю. В арсенале Макс Пена вы сможете найти. Хотя нет, не так. Сложно тут что-то не найти. В распоряжении будут несколько видов дробовиков, парные пистолеты, эмка, гранатомет, коктейль молотова, снайперская винтовка, кстати. Выстрелы с нее очень сильно напоминают снайпер-элит. Пожалуй, единственная проблема, это патроны, которые так и норовят закончиться. Поэтому придется бегать и лазать по ящикам, в поисках боеприпасов. А еще там будут попадаться аптечки. Но они хилят не сразу, а остаются в так называемом багаже, что очень удобно. Ведь где-то дальше по игре они нам могут потребоваться. А мы такие раз, нажали и начался хил. Только вот он постепенный в Максимке, но все же. Что касается графики, ну в целом для 2001 года сойдет. Хотя люди до сих пор смеются с физиономией, как Максимке, так и... Да с кого угодно в этой игре. Смотришь сюда, мем-лицо. Смотришь сюда, мем-лицо. Как знали, делали для 2020 года. Ну а по аудиосопровождению, ребята, эта мелодия на века. До сих пор нуар, как таковой, я ассоциирую именно с этой мелодией. Что же делает чертовка, Максимка? Ну да ладно, давайте вернемся к сюжету. Максимка Пейн все еще ищет Люпина, дабы отомстить за друга Алекса. И пока еще мы успеем убежать от копов, которые открыли охоту на Максимку. Найти неизвестного друга на другом проводе телефона по имени Альфред Оуден, который потом сыграет свою роль в истории. Также выяснили, как примерно выглядят люди, употребляющие валькирен на постоянной основе. Тихо! Там только грязь, кровь, болеводь. А также мы находим человека, который связан со всем этим дерьмом, и пускаемся за ним в эпичную погоню на электричке. Ну, частично на электричке. Тот после непродолжительной перестрелки рассказывает нам, где находится тот самый Люпин, которого так жаждет увидеть наш герой. И вот, Макс Пейн, имея новые связи и информацию, отправляется в клуб Рагнарёк, где и находит Люпина. Под наркотиками. И тут надо вот что сказать. В игре будет фантастическое количество боссов, чью живучесть и хардкорность объясняют лишь одним. Они нафигачились валькирином, поэтому их сложно убить. Можно ли было придумать что-то поинтереснее? Возможно. После сражения с Люпином, Макс сталкивается с некой Моной Сакс, которая является сестрой жены мужика, который является доном мафии, Анжела Пучинелло, которого она ненавидит из-за его отвратительного обращения с сестрой. Поэтому та сливает всю инфу о нём Максу Пейну, и теперь мы всё осознали и будем мстить Пучинелло за Алекса, а также за семью. Потому что просто нам сказали, что именно он во всём виноват. Эмма, почему всё так сложно? Ну, надеюсь, хотя бы это Мона нам пояснит. А, Эта бабища, которая повстречалась Максу, подсыпала тому в алкоголь то ли снотворный, то ли валькирин. Да, они решили ещё выпить вместе. Офигенная идея, когда за тобой охотятся и мафия, и полиция. В общем, Пейн вырубается, и у него начинается трип, связанный с Днём Смертью Семьи. И это очень атмосферный уровень. Без шуток. Аудиосопровождение, локация, да даже сама игра замедлилась, но какой идиот придумал кровавый коридор? Понимаете, в этом месте можно выпасть в пустоту и придётся начинать с самого начала. А грохнуться тут очень легко. И я вот даже не знаю, что опаснее для игрока. Отряд вооружённых убийц или данный коридор? По-моему, это очень сильно портит уровень. Но зато в конце этой миссии мы узнаём, насколько же сильно Максимка винит себя в смерти жены и дочки. Но нафиг этот трип, давайте возвращаться в реальность. Максимка за время сознательного отсутствия пропускает очень много. Во-первых, полиция считает его погиб, вступшим, перестрелки в отеле Рагнарёк. А во-вторых, его избили бандиты, пока тот был в отключке. И привязали к стулу. Но вы же понимаете, что Максимка выберется из этой ситуации, да и как изящно взял бейсбольную биту, отфигачил вооружённых парней, забрал их оружие и показал всем, кто тут на самом деле батя. Дальше мы связываемся с неким Владимиром Лемом. Типикал Рашен, так сказать. И соглашаемся ему помочь отбить корабль у семьи Пучинелло, чтобы потом взять оттуда оружие и с этим арсеналом пойти за Пучинелло. Сначала в их ресторан, где начался пожар, и Максимке пришлось оттуда быстренько улепётывать, а затем в их дом, куда, наверное, сразу надо было направиться Максимке. Кстати, наверное, вы спросите, а где же та Моносакс? Она, наверное, должна появиться на этом уровне. Хотя бы потому, что её сестру, суку, убили. Да, ребята, она появится, но не сейчас. Наберитесь терпения. В самом доме мафии, перестреляв всех, кроме самого Пучинелли, мы начинаем с ним диалог, в ходе которого к нам приходит ещё больше информации. Оказывается, Анжела даже близко не главный злый день игры, а обычная пешка. Затем врываются наёмники, убивают его, и какая-то некая женщина в годах по имени Николь Хорн вкалывает Максимке смертельную дозу Валькирина, отчего Пейну вновь начинают мерещиться кадры смерти его семьи. А ещё в этом трипе он стильно ломает четвёртую стену. Если скосить глаза вниз и влево, увидишь датчики здоровья и оружия. Ну, это было очень круто. Нет, я без шуток. Да и самое главное, сделали они это в трипе. Поэтому каких-то потом вопросов по поводу четвёртой стены от Макса можно не ждать, если, конечно, на пятни нафигачиться. В бреду же он принимает самого себя. Мы видим визуально страшные и клёвые одновременно с этим кадры, а также вновь офигеваем от уровня с тёмным коридором, который, кстати, прокачался. То есть, и раньше можно было там легко упасть, так теперь надо ещё перепрыгивать ямы. И эти прыжки не всегда работают. Вернувшись в сознание, Максимка захотел воды. И держи, кстати. А потом понял, что его главный противник это Айзер Корпорейшн. Огромная компания, даже по меркам всего мира. Страшно ли стало Максу от понимания этого? Естественно, нет. Поэтому тот отправился в их лабораторию. Там и оказалось, что эта компания в тёмную занимается созданием Валькирина. Хотя изначально она задумывалась, как этакая сыворотка, превращающая человека в суперсолдата. Но правительство США закрыло проект, а вот наша Николь Хорн, глава Айзер Корпорейшн, видимо, была против данного решения. Поэтому и взяла всё в свои руки. Причём настолько крепкой хваткой, что даже начала продавать Валькирин. А ещё из-за того, что жена Макс Пейна узнала что-то о проекте Вальгала, именно так он называется, и пыталась с Пейном это обсудить. Отчего, к слову, тот отказался, ибо были дела поважнее. До сих пор себя винит из-за данного поступка. Судя по всему, Николь Хорн отправила людей с двойной дозой Валькирина к дому Пейна. Поэтому он теперь догадывается, кому надо мстить. Хотя, мне кажется, тут любой дебил догадается, не то что коп. И пока Максик сидит в закусочной, ему звонит тот самый мужик, который убил Аликса. Да, вы забыли, он его искал! То есть, убийца сам позвал Макса навстречу, хотя Макс понимал, что убийца именно он. И начинается заварушка, в которой предатель умирает. Потому что, бляха-муха, Максим корабль отжал! Целые дома мафии грохал! Этот парень серьезно думал, что парочка бандитов его спасут. Затем на парковке вновь неожиданно звонит телефон. И на другом проводе нас приветствует Альфред Оуден. Да-да, тот самый. И говорит, Максим, приходи, и я назову имя твоего врага. Интересно, кто это? Тот приводит нас к местным иллюминатам под названием Внутренний круг. Именно в этом окружении Альфред предлагает заключить сделку. О, смотри, Максимка, убиваешь Хорн? Просто мы ее не любим. И она нам дико мешает. А мы снимаем с тебя все обвинения. Стоп, я же мертвый по версии полиции. Братан, ты, конечно, удивишься, но после того, как ты в одно лицо забрал корабль мафии, а еще разрушил лабораторию крупной организации, мусора стали немножко догадываться, что ты жив. Прям капельку. В общем, предложение выгодное для Максимки, но не успели они договориться, как на них нападают наемники из Айзе Корпорейшн, которые уничтожают весь внутренний круг. Ну, кроме Оудена. Он просто притворился мертвым. Зачем? Почему? Понятия не имею. Но мы сбегаем из особняка, не без жертв, конечно, и отправляемся на финальный замес в Айзе Корпорейшн. С одним единственным желанием нафигачить лицо Николи Хорн свинцом. Но по дороге к высоте мира Максим встречает Мону Сакс, да-да, та самая телка, которая вновь вроде бы должна была убить Максима, но отказывается и принимает решение встать на его сторону, потому что она добрая и за это ловит пули. Максу же приходится мансовать от угрозы, тем самым оставив тело Моны на месте, где ее подстрелили. Только вот вернувшись назад, она куда-то испарилась. Божечки, как же насрать, честно говоря. Да, я знаю, что во второй части она вроде как будет ключевым персонажем, но все-таки как же насрать? Ее не раскрывали, впихивали даже не в игре, а чисто в катсценах, которые, наверное, были еще той проблемой для разработчиков. Я именно про их создание. Ну, вы же знаете, что главный герой первого Максимки отказался от участия во второй части именно из-за фотосетов для катсцен. Но все равно не знаю, зачем в этой игре нужна Моносакс. Просто для галочки и небольшого пизострадания Максимки по ходу игры. Идем дальше. Теперь самый финал. Макс Пейн встречает личный вертолет Николь Хорн и перестреливается с ним. Хотя это было не особенно долго, потому что пилот, видимо, понял, что с нами возиться не особо имеет смысл. Да и это чревато. Собственно, до этого дошла и сама Николь Хорн. Только та оказалась умнее и не просто оставила нас на месте, а заперла в другой части здания, пока сама взлетала на том самом вертолете. Но Макс расстреливает трос, удерживающий огромную антенну и... БАМ! Как говорится, умный ты или не умный, но перед физикой все равны. И че сказать, концовка, конечно, многообещающая для продолжения. Макса уводят копы, а в толпе мы видим живого и улыбающегося Оудена. Так что теперь мы уверены в двух вещах. Во-первых, Макса, скорее всего, отмажут. А во-вторых, победителей в этой истории двое. Субтитры создавал DimaTorzok